Игровое шоу Полезное и приятное Жаркая погода весьма уже всех радует Кто-то успел загореть, кто-то даже успел отдохнуть на море В любом случае, эти люди уже ходят, хвастают шоколадным загаром А знаете ли вы, что, например, загар не всегда был в тренде В отличие от современной моды на загар До революционной барышни предпочитали интересную бледность лица И особенно это ценилось на балу Для достижения этой цели за день до бала Девушки почти ничего не кушали Максимально затягивали корсеты, ели мел И даже пили разведенный уксус Вот такие жертвы, вот такие дела Что ж, загорайте, друзья, не стесняйтесь, мы начинаем Ну а у нас здесь ребята, которые, я уж не знаю, будут ли загорать в этом году или нет Как вообще они будут проводить лето, об этом совсем скоро узнаем Друзья познаются в... Так я решила назвать нашу сегодняшнюю программу Здесь с нами замечательные ребята, которые себе совсем скоро расскажут Это Руслан и Евгений Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, давайте немножко познакомимся с вами Потому что люди его непростые, интересные Самаре интересные И, собственно, ну что тут греха таить? Знаменитые, правда? Ну, есть немножко Ну, давайте сейчас выясним, кто же, в чем же знаменитый Жень, давай начнем с тебя Расскажи, считаешь ли ты себя человеком таком популярным? Я не знаю, в чем твоя популярность проявляется? Ну, только не стесняйся Застеснялся, правда Ну, это слишком громко сказано То, что популярный, но свою деятельность я, как бы, приношу в массы Стараясь выделяться из толпы, пытаясь что-то делать новое Тем самым, ну, возможно, есть поклонники людям, которые нравятся и мое творчество И тем, чем я занимаюсь Так, чем ты занимаешься? Ну, начну с того, что у нас есть проект King Pink Мы изготавливаем бабочки дизайнерские, вот, для свадеб Просто для модных, красивых людей То есть стараемся следить за трендом Выбирать яркие ткани Вот, также совсем недавно мы запустили новый проект Это Chaplin Chaplin – это проект наша кондитерская Недавно участвовали в ресторанном дне Это был наш дебют И сейчас мы стараемся развивать эту тему Будем изготавливать торты, пирожные, капкейки, чизкейки на заказ Также для свадеб и просто для людей, которые любят сладкое Ну, понятно, какая-то вообще совершенная полярность Бабочки, торты, как так? Ну, это все, да, стараемся работать в разных направлениях Не бросать King Pink проект у нас работает Мы его разработали, он работает сейчас на все 100% Также начали с проектом Chaplin Это предложила мне подруга поддержать ее В принципе, идея мне понравилась Так что, так как я сам занимаюсь кулинариной Люблю это делать И имею образование кулинарное Так уж получилось Вот, и стараемся сейчас это все как-то воплотить в реальность А бабочки съедобные-то будут у вас? Возможно, да Будем экспериментировать Пробовать делать необычное что-то То, что людям понравится Понятно Вместе с Женей сегодня пришел его друг, товарищ Я уж не знаю, коллега Может быть, какой-нибудь по духу близкий человек Руслан Руслан, между прочим, у нас коллекционер И коллекционер, да, не монеты собирает человек Не шарф на стену вешает Не книги у него Ну, может быть, конечно, книги тоже есть Руслан собирает Как вы думали, что? Что ты собираешь? Кроссовки Нормально Как называется человек, который собирает кроссовки? Сникер-хэт Как? Сникер-хэт Сникер? Да, сникер-хэт От слова сникер От английского слова кроссовок Ну, вот, пожалуйста, товарищи У нас практически здесь, в студии Собственной персоной Настоящий сникер-хэт Страшное слово Но что оно вообще в себе подразумевает? Вот, пожалуйста, это ты? Да, это я То есть мои фотографии И также мои кроссовки Которые имеются у меня в коллекции Сколько? Сколько? Ну, пока у меня 24-26 пар Я точно еще не считал В чем заключается Все это Мани Это собирать редкие Какие-то кроссовки Которые выходят В каком-то тираже ограниченном Чтобы урвать Это именно адреналин поймать Чтобы именно Только у тебя Есть У меня есть некоторые коллеги Некоторые есть издания кроссовок Которые только у меня Единственные в Самаре Ну, потому что В своей тусовке Как бы все друг друга знают Кому какие уходят кроссовки Кто где покупает С какого города И как бы Некоторые Я покупал с этого города Единственный Ну, а как так получилось? Почему, ну, не знаю Не бабочки Почему Не монеты Почему, я не знаю Там, может быть, какие-то Значки Марки Почему кроссовки? Ну, не знаю Это у меня еще, наверное В 2010 году Очень прям все это Да скажи просто Что дело в девчонках И все Нет, вообще Это Не в девчонках дело? Нет, я их Я их сам люблю Как девушка Хотелось мало И с девушкой Понятно Самая дорогая пара Сколько стоит у тебя? 17 17 А самая дешевая? Самая дешевая 100 рублей? 5, наверное 5, понятно То есть от 5 до 17 Да, ну, там Цена зависит от того Например, они вот вышли Их все раскупили во всем мире И потом уже перепродают То есть ужины и были встретить И они, конечно, цена там В этом днем возрастает Я, например, купил вот Одни за 6 И сейчас цена Увенит 17 Вот так вот, друзья мои Вкладывайте деньги Вкладывайте деньги В кроссовки Куда тут деваться Бабочки, кроссовки Уже знаем В каком направлении идти Ну что ж Мы познакомились С нашими сегодняшними участниками Будем в ближайшее время Узнавать Насколько они Собственно Знатоки В каких-нибудь областях Предложим тему А там уж поглядим Помогут ли кроссовки И бабочки Жене и Руслану Выясним Уже совсем скоро Не переключайтесь Сожалеем мы тут о том Что надо было Наверное, ребятам Пронести какие-нибудь Свои экземпляры Жене бабочку Или торт Почему ты без торта пришел Вот это вообще непорядок А Руслану Привезти счастливый 17-тысячный кроссовок И гладить его Вдруг помог бы Например, отгадать На какие-нибудь вопросы Ну, мало ли Что ж У нас игра начинается И игра у нас Такая сегодня В первом туре Достаточно Мне кажется, интересно Есть темы Шесть тем Темы оглашу Чтобы вы сразу Пока мы тут разговариваем Общаемся Уже в голове Что-то прокручивали Тема называется Первые женские имена Очень, мне кажется Для мужчин Интересная тема Правильно, Руслан Есть тема Угадай блюда Тут уже как бы Почему-то Женя Так, ого, это моя тема Моя тема Ага А есть тема Голливуд Голливудские фильмы Актеры, актрисы Какие-то Оскары Носные Те, которые мы знаем И те, которые на слуху Есть тема Калейдоскоп Здесь собраны вопросы Из разных областей 10 вопросов Из разных тем Есть тема Лошадки Ну, лошади Мне кажется Это символы этого года Очень актуальные Простые вопросы Тема Библиотека Если читаете Если участвуете В каких-нибудь Может быть Библио в ночах Или просто любите С книжкой Посидеть То эту тему Тоже можно взять Достаточно простая Ну что, кто начнет? Давайте я начну Да, Женя решил Так сказать Взять свои руки Вдруг еду заберут Да? Вдруг Руслан Руслан решит подсидеть Мало ли Руслан, ну Смотри, сейчас Женя Будет отвечать на вопросы А ты коварно загибай пальцы 10 вопросов 10 пальцев Все очень просто Как только он ошибается Минус палец Ну, в смысле загибай Вот, готов? Да Жень, ты готов? Да, готов А что выбираем-то? Кулинарный Ну, я так не играю Слишком просто Человек оказывается Образование кулинарное Утаил, утаил Ну, ладно Что, поехали? Итак, тема у нас Угадай блюда Я называю А ты отгадываешь Многослойный торт император Наполеон Бывает с квасом, кефиром Или минералкой Окрошка Итальянское блюдо Круглая лепешка с начинкой Пицца Их делают из теста С начинкой Выпекают или жарят Пирожки Горячий алкогольный напиток Из красного вина Или рома с пряностями Глинтвей Суп русской кухни В нем огурцы, рассол, крупа встречаются Солянка Японская кухня Кусочек рыбы на рисе Роллы Ну, слушай, роллы Специальным образом Приготовленная печень Откормленного гуся или утки Французское блюдо Фуагра Овощное рагу Рататуй Или фандю Рататуй Что так долго думаешь-то В нашей стране Этот салат называют Зимний Столичный Московский Но у него есть другое Настоящее название Возможно, оливье Конечно, оливье И вот 10 вопросов Я не играю Я кладу вообще Я на пальце не загну Свой Да Тут, не знаю Планшет Да Ну что, молодец Очень хорошо 10 баллов заработал Руслан Тут надо фору прям дать 11 не получится заработать Но так же хотя бы В этом же направлении Библиотека Голливуд Калейдоскоп Женские имена Или лошади Давайте попробуем Женские имена Как девушку-то зовут? Женя Думай про Женю Вдруг она тебе поможет Так зовут королеву Англии Елизавета Верно Это имя женское Означает в переводе Победа Виктория Верно Какой известный Русский поэт Написал стихотворение Что в имени тебе моем? Анастасия Поэт А, поэт Что в имени тебе моем? Как ты думаешь Кто это мог написать? Ну, чтобы Не знаю Это Пушкин Такое имя у первой женщины-космонавта Наташа? Нет, Валентина Терешкова Именины у женщин с этим именем в день студентов Татьяна В каком фильме звучит песня? Александра Верно Семь женщин Святых Матери Мне там какие-то Еще известные Носят это имя Святая Дева Мария Мария, конечно В сказках Это девушка С этим именем Обычно Либо премудрая Либо прекрасная А также еще называется Известная Красивая Сибирская река Аленушка Елена А, Елена Да, вместе работали Ну, где-то 2-3 года мы дружим Периодически общаемся Встречаемся иногда Ну, больше в интернете Общаемся А нет ли такого, я не знаю Какого-нибудь проекта Кроссовки, бабочки и торты? Ну, возможно, что-то будет В скором времени Странно, конечно Как это все можно объединить Да, но У нас проекты не объединенные У нас проекты То есть разносторонние И работает каждый проект Отдельно То есть руководитель один А проектов Довольно-таки Много И, возможно, будут еще проекты Серьезно, ребята Сегодня у нас Серьезно Ну что, двигаемся дальше Жень, ну остались у нас лошади Остался калейдоскоп Голливуд и библиотека Что выбираем? Давайте попробуем библиотеку Библиотеку Есть ли у тебя, Женя, любимая книга? Любимая книга? Вообще, мне нравится Русская классика Толстой, Чехов Говори-говори Продолжай Редко, когда мужчина Может продолжить этот ряд Толстой, Чехов Ладно, поехали Библиотека Вопрос номер один Какая книга обязательно Должна быть в каждом магазине Ресторане и так далее? В ресторане? В меню? А в магазине? Жалобная книга Ну вот, так и надо отвечать Жалобная книга Конечно Сейчас она как-то по-другому называется Книга отзывов и предложений Отзывов и предложений Закончите крылатую фразу Максима Горького Любите книгу Источник Знаний Верно Что в первом веке до нашей эры Погубила часть знаменитой Александриевской библиотеки? Пожар Пожар, верно Какой баснописец Известный 30 лет Работал библиотекарем? Ну, возможно, Крылов Конечно, мы знаем баснописцу Но не знаем о том, что он Работал библиотекарем Я его тоже не знала Как называют наиболее раскупаемые книги Издаваемые большими тиражами? Вот эта книга стала Популярной Ну, понятно, что популярной А слово-то какое? Затрудняюсь ответить Это бестселлер Бестселлер Как расшифровывается название серии биографий? Ж. З. Л. Жизнь замечательных людей Верно Именно так читают очень понравившуюся книгу Тут много вариантов Да, у меня тут я и в захлеб И от корки до корки Засчитываем Какой новый вид книг появился в 20 веке? Новый вид книги? Ну, ближе даже к 21 веку Это электронная книга Назовите автора знаменитой русалочки Детский писатель В честь которого, собственно, устраивают неделю детской книги К сожалению Ганс, Христиан, Андерсон Кто вместе с Мефодием придумал славянскую азбуку? Кирилл Мефодий Собственно, Кирилл Мефодий уже есть, да Итак, что мы не ответили? Мы не ответили на бестселлер Мы не ответили на электронный вид книги И на Андерсон Три Минус получается 17 баллов у тебя Счетвижение Ох, какая интрига В Раслана-то у нас получается всего-то ничего Восемь Либо сравнять, либо, ну, лучше, конечно, не сравнять А перегнать Да, гнать и перегнать Остается Голливуд Остается калейдоскоп И остаются лошади Давайте Голливуд Голливуд Традиционный вопрос Есть ли любимый фильм или актер голливудского происхождения? Ну, в последнее время нравится фильм с декабря Ну, когда он уже взрослый То лучше Начало мне очень нравится фильм Ну, все, поехали тогда Назовите настоящее имя Человека-паука На П, подскажу уж так и быть Даже имя на П и фамилия на П Питер Паркер Питер, Петр, Петр, что за Петр, Петр Питер Паркер, конечно Как звали главного противника Бэтмена в фильме «Бэтмен»? Джокер Верно Кто сыграл главную мужскую роль в фильме «Красотка»? О-о-о Этот Ну, «Красавчик» Не знаю, да? Девчонки бы ответили Это Ричард Гир Ричард Гир Губернатором какого штата стал в 2005 году Арнольд Шварценеггер? В Калифорнии Верно Собака или кошка была у героини «Эль» в фильме «Блондинка в законе»? Собака Чихуахуа Да, маленькая Какая актриса сыграла роль Роуз в фильме «Титаник» с твоим любимым, как раз-таки, Леонаро Декан Какую роль? Ну, нет, какая актриса, знаешь, как ее зовут? А, актриса Вот в «Титанике» Она с ним потом еще как раз-таки в одном фильме играла По-моему, в «Гадри Великом» играла, нет? Нет, я не помню Это Кейт Уинслетт Цитата из описания фильма Я считаю, описание фильма старого, а ты называешь, что это за фильм? Голливудский В поезде Джузефина и Дафна знакомятся с солисткой оркестра Даной Ковальчик по прозвищу «Душечка» А, в деле столько девушек Верно Назовите этот нашумевший фильм о гигантской горилле О Кинг-Конг Верно! Именно после этого фантастического фильма в моду вошли стрижки каре и ярко-рыжий цвет волос у девушек Милой Йоу Вичи Вилайту А, ну это обитель зла был, но там был каре и... Ярко-рыжий цвет волос, обитель зла страшно представить даже, мне кажется Ярко-рыжий цвет волос И стрижка каре Что-то такого не припомнили Это пятый элемент А, пятый элемент Действие фильма происходит в 2154 году Человечество добывает ценный минерал абонтаниум на Пандоре Обитаемом в спутнике газовой планеты в звездной системе Альфа Центавра Да, это аватар Итак, у нас получается тоже минус 3 17-17 Ты погляди-ка, что тут творят они Сговорились? Это что, попахивает этим? Заговор Преступным сговором Попахивает преступным сговором Ну что, ладно, в таком случае у нас получается, что вы оба проходите во второй тур И уже вместе будете отвечать на вопросы Вам в качестве бонуса уже достаются пригласительные билеты в кино В киномечту действуют они до 1 июня Так что можно обязательно сходить, развеяться и в ближайшие выходные в том числе Ну и приз у нас еще есть, пригласительные билеты на концерт проекта Ассай Очень удивительный этот концерт, потому что он последний концерт Хэппи Эм Вот так Тоже стоит посетить и проникнуться Ну а мы тем временем переходим во второй тур Ну что, у нас второй тур И здесь с нами, скажу, что модники и сковородники И вообще, потому что, ну тут и кулинары, и коллекционеры И сникер-хэт Да, и сникер-хэт с нами Это Руслан и Женя сегодня, друзья, которые проверяют свою дружбу на прочность На прочность, но они ее уже проверили Ноздря в ноздрю, рука об руку Отвечали на наши вопросы И набрали одинаковое количество баллов А у нас второй тур И отвечаете вы уже по очереди Потому что, ну тут как еще по-другому Если вы будете совещаться, это уже будет совсем нечестно Вы ответите на все вопросы Вопросов три Один отвечает на один Другой отвечает на другой И уже вместе потом третий Так уж, по делу решим Так, кто начнет? Давайте я начну Музыкальный вопрос Попробуем Ну я сейчас скажу, какие вопросы есть А вы бы опрятились Музыкальный есть вопрос Кулинарно-барный вопрос И интернетовский вопрос Вот давайте решим, на какой из них будет кто отвечать И на какой вместе Я постараюсь ответить на кулинарный Так Музыкальный и интернетовский Так, давайте на интернетовский Ну что, кто первый начинает? Давайте я начну У нас вопрос такой Начнем, пожалуй, тогда с конца Раз мы уж так все решили Назовите мне Руслан, пожалуйста Самый популярный Язык интернета И четыре варианта Русский Китайский Английский Или испанский Думать надо очень хорошо Английский Английский? А китайский тебя не смутил? Ну, китайский, если только Из-за того, что Китая больше Ну, так ты подумай хорошенько Я ничего не буду подсказывать Самый популярный Да, самый популярный ответ Точнее, язык И твой ответ сейчас Совсем скоро должен Как-то так содержать Уже верную точку зрения Он, как бы Пятьдесят аж четыре процента Занимает В интернете Следом, вот, идет Чуть-чуть уже поменьше И неожиданно, кстати Эти вот результаты Недавно Подсчитали, подвели И я повторю еще раз Языки Русский Китайский Английский Испанский То есть английский Ты уже почему-то решил Поставить Ну, я просто вспомнил Что в Китае очень много народа Ты не вспомнил? Да я тебе сказала Что ты на китайский Не обращаешь внимания То есть английский Ты думаешь Ну, я думаю, на втором месте Уже будет Ага, то есть в Китае На английском В интернете не сидят Ну, там как бы больше Китайский Клавиатура, конечно же, такая Да, китайская У них китайская Десять тысяч иероглифов Нет, у них там как-то Ну, с помощью горячих кафе Там, переключения Я просто видел Китайскую акузиатуру Сидишь, листаешь, да? Китайскую акузиатуру Шел ты эти деньги Я не могу найти буквы Мягкий знак, да? Ну, так что? Китайский Да, китайский А испанский? Нет, на испанском А на русском? Русскоязычный интернет Он тоже ого-гошенький Нас-то тоже Посмотри на нас Мы больше Китая Территориально, да Ну, так не английский Нет И не русский Нет Вот ты прямо уверен? Да, китайский То есть ты вот решил Поменять точку зрения На китайский? Да Ну, неправильно Потому что английский Блин Да, причем смотри Русский язык Занимает вторую позицию После английского языка Английский 54%, русский 7%, немецкий 5,9% И далее, далее, далее Странно, что китайский Да Вот пытался покрутить, покрутить А сразу сдался Так даже неинтересно А не считаешь ли ты, что в Китае живет больше? Считаю И все Уже с пути его не собьешь Ладно Вопрос про еду, напитки и так далее Отвечает Женя у нас Смотри, какой сложный вопрос тебе достался Название какого десерта схоже с названием ликера И произошло от названия типа торгового парусного судна То есть так называли изначально торгового парусного судна Потом его называли ликер А уже сейчас это даже десерт частично бывает Есть у нас три, четыре варианта ответа Моцарт-кугель Конфитюр Монпансье Монпансье Что это? Конфитюр Это, наверное, украшение какое Конфитюр? Нет Допустим Но это не совсем украшение Мне интересно просто Что такое монпансье? Монпансье Это, наверное, конфетки Да, мелкие разноцветные леденцы Леденцы Конфитюр – разновидность джема Джем Самбук Это, наверное, коктейль Почему это коктейль? Охлажденное воздушное блюдо Приготовленное путем взбивания фруктового пюре С сахаром, яичным белком и так далее Не знал Моцарт-кугель Моцарт-кугель с этим сложно Вообще не ел ни разу? Я даже не слышал Это круглые шоколадные конфеты с начинкой из марципана Изобретенные через сто лет после кончины Моцарта Зальбургским кондитером Паулем Фюрстом В 1890 году Ну вот смотри, теперь ты знаешь Теперь ты знаком И с конфитюром И, собственно, с Моцарт-кугелем С Монтансье ты был знаком Самбук тебя как-то насторожил Ну так вот, как теперь ты думаешь Название какого из этих десертов Схоже с названием ликер И произошло от названия типа торгового парусного судна Разжевали и положили Человека осталось пожевать чуть-чуть Проглотить и дать ответ Ну, я выберу ответ Самбук Почему? Неожиданный выбор Почему? Ну, название схожее с ликером Да ладно То есть изначально, когда был такой вопрос Таких мыслей не возникало Ну Ну ничего Пожевали Сглотнули Очень вкусно Действительно Самбука Итальянский ликер С ароматом аниса Ну а самбук Тип торгового парусного судна Арабских моряков Правильный ответ Молодец Вот так вот Вот так вот Тоже пожевает Ликер помог Ликер Вот так вот и работает Ну что, третий вопрос У вас уже совместный Должен быть Работа У вас один только Правильный ответ Так что? Будем стараться Творчество Виктора Цоева Вам знакомо? Ну, отчасти Ну вы знаете Хоть кто это? Да, я себе знакома Кто? Это Рок-исполнитель Ну музыкант Из группы кино Да, верно Ну это уже почти полбала Ну да ладно Как ты думаешь Точнее, как вы уже думаете Творчеством какого Известного актера Увлекался в молодости И даже подражал ему Музыкант Виктор Цой Жан-Клод Ван Дам Арнольд Шварценеггер Сильвестр Сталлоне Или Брюс Ли Что это у вас? Неожиданно Неожиданные варианты ответа Да, ну рассуждаюсь Думаю, хотя бы русские А, то есть вы думали, что он Подражает, например, Николаю Караченцу Ну, хотя бы Ему То есть вам никто из этих мужчин не знаком? Не, знакомы все То есть дружите, да? Так, ладно Жан-Клод Ван Дам Арнольд Шварценеггер Сильвестр Сталлоне И Брюс Ли Здесь, мне кажется Ну, рассуждать Ну, Брюс Ли Нет, мне кажется, Брюс Ли Почему навряд ли Брюс Ли? Не Брюс Ли? Своим был занят, наверное, там Тибет Так при чем здесь Брюс Ли? Мы говорим про Цоя Он увлекался творчеством и подражал Внимательно, невнимательно Мечтает Так, ну, мне кажется, это Брюс Ли Твой вариант Ну, тогда, да Мне тоже такая, что Брюс Ли Брюс Ли? Да То есть Ван Дам, Шварценеггер и Сталлоне Вам не нравится? Мне кажется, Виктор Цоя в молодости увлекался в карате Поэтому подражал Брюс Ли? Карате и Брюс Ли, конечно, интересный вариант Ну, действительно, это Брюс Ли Он увлекался, имеется в виду, Виктор Робертович Цоя Увлекался всем таким восточным Японии, Китаем И был действительно очень глубоко в этой культуре замешан Действительно, правильный ответ Брюс Ли Молодцы, два ответа правильных Переходим в суперигру, потому что времени остается очень мало Поехали Ну что, здесь все очень просто Есть поле, на нем шесть таких вот отверстий Шесть каких-то цифр знакомых, я вам надеюсь От одного до шести Раз, два, три, четыре, пять и шесть И за одним только из этих полей спрятан приз И мы сейчас будем выяснять, за каким полем Я даже сама не знаю, за каким полем И сейчас попрошу у режиссеров мне на ушко шепнуть За каким полем спрятан приз Шепните, а вы не слушайте Ну-ка, ну-ка Ну скажите, скажите Ладно, я знаю, а вы нет Поехали Кто-то из вас начнет первым открывать нашу волшебное поле с подарками Давайте я начну Жень, давай, давай Тебе везет сегодня Давайте попробуем цифру пять Цифру пять Точно? Думаю, да А не каких-то других, нет? Все, пять Пять Пять, открываем пять Там нет ничего Ай, жалко Да Ну так что, Руслан, вся надежда на тебя Цифра один Почему? Ну один Один То есть не два, не три, не четыре, не шесть Да почему один? Просто один Ну один Ну давайте посмотрим, что там за единичка спрятана Я ни на что не намекаю Не настаивала даже как Давайте, давайте Ну да, там вот за цифрой один И был спрятан наш предеснок Как мне интересно Надеюсь, все знают, все догадали Да Можете посмотреть, да Что уже за нашими другими цифрами ничего не спрятали Ну, собственно, так вот у нас получилось сегодня Кто-то на что-то не знал ответы Кто-то наоборот пытался блеснуть И это ему удалось В любом случае Руслан и Женя сегодня действительно указали, что они друзья Что они вместе, наверное, пойдут на концерт Ну или может быть, кто сильнее отберет билеты Кому как, в общем, повезет Спасибо, что были с нами Спасибо, что пришли Вам, да, желаю хороших выходных И всего самого замечательного Увидимся на телеканале Самаргиз Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому